Давайте попробуем ускорить этот процесс, переместив наше вычисление на GPU. Как раз из-за этого я сейчас использую Google Collab, а не Jupyter Notebook, как я это делаю обычно, потому что тут можно воспользоваться видеокарточкой. Ну, во-первых, убедитесь, что у вас рантайм стоит в GPU, а не в CPU, иначе ничего не получится. И нам нужно добавить несколько строк буквально. Во-первых, нам нужно остановить текущее вычисление. Во-вторых, посмотрим, правда ли Torch видит GPU. Это делается с помощью строчки Torch CUDA is Available. Если у нас будет True, а у нас True, значит у нас видеокарточка видна и все хорошо. Кроме того, мы можем посмотреть, а занята ли наша видеокарточка какими-то вычислениями. Это делается с помощью консольной команды NVIDIA SMI. Мы можем выполнять консольные команды прямо из интерфейса Jupyter или из интерфейса Collab, если будем ставить воскресательный знак перед командой. И, соответственно, мы что видим? Что у нас видеокарта не простая от Tesla K80. Сейчас на ней занято всего 11 мегабайт из 11 тысячи. То есть у нас есть 11 гигабайт видеопамяти. То есть это не просто оперативная память, а именно та память, которая располагает видеокарточка. И, кроме того, мы видим то, что она не занята никакими вычислениями. То есть ее утилизация GPU-Util 0%. То есть она не выполняет сейчас никакие вычисления. Кроме того, здесь будут выводиться те процессы, которые работают на видеокарте. И тут написано no process is found. То есть ничего на видеокарте сейчас не происходит. Теперь нам нужно переложить вычисления на видеокарту. Если вы помните первый наш семинар, то это происходило очень просто. Мы перекладывали тензоры на видеокарту. И автоматически те вычисления, которые происходили с этими тензорами, начинали происходить на видеокарте. Какие же тензоры нам нужно переложить на видеокарточку? Во-первых, это веса нейронной сети. Это то, что будет оптимизироваться. Это то, что участвует в вычислениях. Это обязательно должно быть на видеокарте. А кроме того, нам переложить на видеокарту еще и входы. Те картинки, которые мы передаем нейросеть. Давайте начнем с нейронной сети. Во-первых, нам нужно создать такую переменную девайс, который будет либо строчкой CUDA 2.0, что соответствует нулевой видеокарточке, если у вас их вдруг много. Либо CPU, если видеокарты нет. То есть сейчас мы создаем кроссплатформенный код, который будет работать и на CPU, и на GPU. В зависимости от того, что выдаст вот эта строчка torch CUDA is available. Если будет true, то, соответственно, девайс превратится в CUDA 0. А если у вас CUDA is available это false, значит будет CPU, как и обычно. Теперь нам нужно на этот девайс приложить нейронную сеть. Это делается очень просто. Мы можем сказать mnist.net to device, то есть как с обычным тензором. То есть если вы помните, мы могли сказать тензору to device. И он бы переложился на видеокарту, либо на CPU, если там девайс это CPU. Вот mnist.net у нас тоже обладает таким атрибутом to. И это не просто так, а потому что мы ее отнаследовали от torch.nn.module. Именно torch.nn.module имеет такую встроенную функцию, ту, которая может перекладывать веса нейронной сети, ее параметры, на видеокарту или на CPU. Давайте убедимся, переложилась ли наша нейронная сеть на GPU. Это можно сделать, если мы возьмем ее параметры, которые мы обычно передаем в оптимизатор, и просто выведем их на экран. Вот если мы так сделаем, мы увидим некоторый список, в котором элементы это параметры нейронной сети. И если мы возьмем первый элемент в списке, это будет тензор, который содержит в себе все веса первого слоя. Если мы возьмем второй элемент, то это все байсы первого слоя, все смещения. И мы видим, что везде прописан девайс CUDA 0. То есть это значит, что все эти параметры теперь лежат на видеокарте. Замечательно. А кроме того, нам нужно переложить на видеокарту входные данные. То есть мы можем взять и весь наш тестовый датасет XTest сразу переложить на девайс, потому что мы тестируем себя по всему датасету сразу и считаем, что он помещается в видеопамять. Мы можем XTest сказать, чтобы он перешел на девайс, и YTest тоже. А вот YTrain и XTrain мы не будем сразу класть на видеокарту. Мы будем это делать по батчам. То есть мы возьмем из датасета некоторый батч, и его будем перекладывать на видеокарту. Сделать это можно вот в этом месте, где мы создаем батчи. То есть перекладывать каждый конкретный батч на девайс. То есть X батч на девайс, и Y батч тоже на девайс. Давайте посмотрим, а ускорилось ли наше обучение. Для этого нужно, наверное, пересоздать нейронную сеть, потому что прошлая нейронная сеть уже была обучена, и это будет нечестно. Выполним все эти ячейки. Вот, и мы видим, что обучение пошло гораздо быстрее, это несколько десятков раз. То есть обучение, которое происходит на видеокарточке, оно, как правило, в 10, 30, может быть, даже в 50 раз будет быстрее, чем обучение, которое происходит на ЦПУ. Продолжение следует...